Да нет! Сегодня во славу богов Польется кровь И по реке от голодных Пусть нет! Всем привет друзья! Продолжаем смотреть бои Турнира Гладиаторов по Atyln Battle War Сегодня смотрим мой бой Против Мгуру 13 Вест Готы против Лохмидов Я играю за Лохмидов Гору соответственно за Вест Готов Начну со своего состава У меня здесь по кавалерии 4 отряда ударной кавалерии Водаи В 1-2 знака прокаченные Плюс отряд тяжелой кавалерии Альдасер Генерал вождь пустынного племени Пехота по центру у меня Стоят бомжи Воины пустынных племен Дешевая такая пехота Так вот здесь момент Сразу совершает с самого начала ошибку Мой оппонент по этому бой Выводит слишком далеко вперед Отряд мечников Знантных германских И сразу же мечи получают Чардж И убегают Контр-чардж Знантных германских конников Ни к чему не приводит Проложим по составам У меня на левом фланге За кавалерии Стоит 2 отряда Кушатских воинов С шателами На правом фланге За кавалерию У меня вот стоит 2 отряда Санайи Прачники У меня 4 отряда Метателей Из пустыни 1 лучник Стылки из пустыни И по центру За моей бомжепехотой Стоит 2 отряда Санайи Вот такие вот дела Видим что это вот Говно дешевое Которое я взял Эти мечники Войны 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 пустынных племен Блин 70 человек Здесь почти в отряде Они начинают мигать И убегать Хотя вообще никаких Причин для этого У них не наблюдается Разочаровали Они меня достаточно сильно Здесь Отряд Зандерготских пикинеров Пытается убить Отряд моих прачников Достаточно неплохо Это у него получается Так давайте Сейчас расскажу вам По быстрому состав Моего противника Мгору 13 3 отряда Палантинов Перебежчиков Готских 4 отряда Фракийских воинов 2 отряда Готских серпоносцев Генерал Германская знать Кавалерий 4 отряда Знатных германских Конников И 2 отряда Знатных Готских Пикинеров Так что здесь Да здесь уже в бой Вступают Кушацкие воины Шателлами Так давайте поближе Посмотрим Ну они здесь Да вот этих голых Бомжоватых ребят По идее Должны разрубать Вот они вот Тяжело бронированные Ребята Давайте на Шателлу Посмотрим Вот это Шателла Нифигаси На по голове Ну и да Разрубают Здесь уже Вот этих вот Ребят Да Готских серпоносцев И фракийских Воинов Убивают Здесь Чарж Идет Моими Альдовсер По Германским Конникам Интересно будет Посмотреть Кто здесь Будет побеждать Кто сильнее Альдовсер Или Германские Конники Так Ну Альдовсер Несут потери А Снатные Германские Конники Тоже несут Потери Но Да Готские Конники Они побеждают Вроде бы Как Ну и здесь Идет Чарж Ой-ой-ой Да Фракийские Воины Здесь у них Очень хороший Чарж Но мне Здесь тоже Помогают Воины Пустынных Племен Бомжи Мои Помогают Здесь Да И уже Начинают Альдовсер Просаживаться Значит Германские Конники Они Получается Посильнее Будут Да Плюс Им здесь Пехота Помогает Но Неоднозначный Момент Тем временем Фланг Здесь Полностью Продавили Мои Ребята Кавалерия И пехота По центру Здесь тоже Бой Завязывается Это у меня Кто Санаи Да Здесь Продавливают Воинов Рокийских Здесь Готских Палантинов Задавили Санаи И Воины Пустынных Племен В связке Они довольно Неплохо Работают А вот Когда Воины Пустынных Племен Одни Сражаются Конечно Говно Унылое Да Здесь Продавили Фракийских Воинов Но Сами Испугались Здесь Происходит Чардж В спину Проходит По Воинам Пустынных Племен Но На удивление Вот здесь Они не бегут А вот В том Моменте Где было Гораздо Меньше Причин Для паники Они запаниковали Здесь Пока Полностью Не истребили Их Они не Испугались Дальше Снесли Здесь Мне Два Отряда Пустынных Воинов Воинов Пустынных Племен Но Сами При этом Вестготы Попали Под неплохой Чардж Водаи И попадают В своеобразное Окружение Так Здесь Чарджат Водаи Па-па-па-па-па Могутские Палантины Видим Что они По сравнению С остальной Готской Армией Они Хотя бы У них Одежда Есть Кольчужки Щиты Мещи Чардж Приносит Конечно же Результат Человек 30 Убил Огрызок Водаин Но Все равно Не так Эффективно Ну и да Здесь фланг Продавлен В центре Войска Завязаны Боем И Особых Шансов Есть уже У Вестготов Не остается Потому что У меня На данный момент 6 отрядов Кавалерии Против всего лишь Одного Отряда Кавалерии У врага Тотальный Здесь перевес Во всем И Мой противник Здесь принимает Решение Сдаться Смотрим на цифры Кто сколько Нарубал Видим что Войны Шателами На двоих 100 человек Завалили 62 и 138 Санаи 153 114 Достаточно Хорошо Еще два Отряда Санаи 86 и 30 Но Вот эти Санаи У них Потери Незначительные Они могли Дальше Сражаться И Рубить Фраги Прачники Учитывая то что У врага Не было Стрелковой Они отрабатывали По пехоте Можно сказать Что достаточно Неплохо 11 39 12 И 26 И Смотрим На кавалерию Как вы помните В предыдущих Моих боях Кавалерия Моя Играла Крайне Хреново И за счет Этого Я очень Много Проигрывал А вот В этом Бою Кавалерии Мне удалось Сыграть Достаточно Неплохо Один отряд Водой 95 человек Убил Второй 162 Третий 203 Конница Ближнего Боя Альдовсер Убила 85 человек И Последний Отряд Водой Убил 19 Человек Но В нем Еще Достаточно Народу Было И они Могли Дальше Пауг Бивать Я думаю Говна Пехота Воины Пустынных Племен 23 42 Ну В принципе Свою Задачу Они Выполнили Неплохо Стрелки Из Пустыни 8 Человек Убили Ни О чем Смотрим Что Показали Вестготские Ребята Вестготские Солдаты Генерал 27 Человек Убил Кстати Мой Генерал 122 Человек Это Неплохой Показатель Для Генерала Гутские Серпоносцы Здесь Убили 36 99 Человек Ну В принципе Ну Можно Было Конечно И получше Коским Серпоносцам Себа Показать Знадные Германские Мечники Ноль Человек Убили Это вот Тот Отряд Который Первый Попал Под Чардж Вода И Полностью Уничтожен Дальше Идем Гутские Палантинные Перебежчики 16 13 51 Ну Сами Понимаете Ни О чем Фракийские Воины 56 95 61 70 Ниже Чем Должны Были Эти Ребята Нарубать Все Таки Они По-моему Вторые Или Третьи Да Пусили В В Вестготской Армии Лучник 0 Человек Убил И Знатные Германские Конники Убили 32 28 212 99 Человек Достаточно Низкий Показатель Ударная Кавалерия Знатные Гутские Пикинеры Показались Достаточно Неплохо Учитывая То что Они стоят Всего Лишь На все 550 Монет 88 Человек И 189 Второй Отряд Очень Хорошие Цифры Вот Такой Буй У меня Получился Против Мгора 113 Надеюсь Что вам Понравилось Друзья Мои С вами Был Генн Карбар Увидимся В Следующих Видео Бай Бай